Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я, уважаемый Владислав Владимирович, я благодарю за возможность сегодня быть частью большого праздника под названием 7-я научно-практическая конференция «Белые ночи» и отдельно благодарю Татьяну Юрьевну Смеглазову за приглашение выступить с докладом на тему особенностей диагностики клиники и лечения герминального брака положительного рака молочной железы. У меня голосование есть, поскольку у нас интерактивная сессия. Если позволите кратенько, каким методом проводят диагностику статуса БРК в вашем учреждении? Коллеги, 4 варианта выбора. Это ПЦР, НЖС, не проводим, отправляем в другие центры. Если возможно, проголосуйте, пожалуйста. Спасибо, коллеги, за вашу активность. До 15% случаев рака молочной железы вносит наследственный характер. И механизм развития наследственного рака он опосредован в основном нарушениям в генах репаративной сети ДНК различной степени пенетрации. И вот вы видите на слайде оливковый зеленый цвет, это частота поражения БРК-1 рака, БРК-2 это фиолетовые цветы, и редкие формы. Сюда относятся и ЧЕК-2, и ПАЛП-2, и РАП-50, 51, ТП-53. Перечислять можно очень много, на самом деле. И чем больше проходит время, тем больше пополняются базы генетиков относительно различной частоты встречаемости той или иной мутации, различной степени пенетрации. Мы сейчас выделяем высокопенетрантные, среднепенетрантные и низкопенетрантные гены в развитии, в причинах вызова наследственного характера рака молочной железы. Тема сегодняшнего доклада это БРК-1 и БРК-2 раки. И от 1 к 800 или 1 к 1000 женщин в России являются носительной патогенной бракомутацией. Конечно, Анджелина Джоли нам облегчила жизнь в плане объяснения. Очень много пациентов уже приходят к нам на консультацию, знают, что вот да, в роду был рак, и хотелось бы исследовать, уточнить, какие у данной конкретно женщины риски. Ну и БРК-1 чаще всего локализуется в длинном плече 17-й хромосомы, а БРК-2 в длинном плече 13-й хромосомы. У нас есть четкий регламент, когда и кому нужно проводить генетическое тестирование с рекомендациями здраво-россии 2020 года. Да и чаще всего мы тестируем женщин с подтвержденным раком молочной железы при отягощенном снименном анамнезе. Да, это наличие двух и более случаев у близких родственников рака, да, если там, да, у папы, бабушки, мамы, да, два и более случая. Также, если у близких родственников рак был реализован в возрасте моложе 50 лет, также сочетание с раком яичников, раком маточных труб, раком поджелудочной железы, то есть первично множественные раки. Вот. И также пациенты с подтвержденным раком молочной железы моложе 45 лет. И пациенты с раком грудной железы у мужчин. Если мы видим в родственниках рак грудной железы у мужчин, то здесь, конечно, мы с высокой долей вероятности что-то у потомков найдём. И мы ищем и очень внимательно спрашиваем данный критерий. Ну и какова диагностика? Конечно, мы используем инструментальные методы анализа, смотрим, определяем первичный статус фенотипический рецептор эстрогена прогестерона ХЕР2К67. Это такая необходимая кварта для определения фенотипа опухоли. И, конечно, мы выполним молекулярно-генетическое тестирование с определением герминальных мутаций БРК1 и 2. Чаще всего самый простой метод, и он выявляет большую часть мутаций, это частые герминальные мутации, спокойно выполняется методом ПЦР 40%. Далее, что уже интересно, методом ПЦР редкие мутации мы не сможем выявить, и мы уже отправляем пациентов на более уточняющую диагностику методом НЖС. И соматические мутации чаще всего мы смотрим методом НЖС. Но немножечко дальше поподробнее. Что такое метод полимеразной цепной реакции в реальном времени? Пациент приходит, дает пробелку брови в медицинском учреждении, потом далее выделяется ДНК с биологического материала пациента и проводит специфическую полимеразную цепную реакцию. Чаще всего мы смотрим вот 8 стандартных точек, выделяется анализ, и пациенту выдается заключение. Через небольшой промежуток времени средняя стоимость, себестоимость данного анализа это 700-1000 рублей, очень доступная для всех, и поэтому, уважаемые коллеги, в 60% случаев проголосовали, что да, у них используется ПЦР. И суть метода состоит в том, что многократно избирательно производится копирование определенного участка ДНК с патогенной мутацией при помощи ферментов в искусственных условиях инвитера. И этот метод определяет небольшие участки ДНК последовательности, менее 3000 нуклеотидов. Тогда, когда нам не дает полную информацию ПЦР, если это редкие, и мы не видим стандартными методами, стандартные участки, какое-то поражение, но клинически и анамнестически мы подозреваем у пациентки наследственную форму, конечно, нам на помощь приходит секвенирование нового поколения, метод НГС. И сейчас все больше и больше говорят о нем, все больше центров имеет доступ к данному виду секвенирования. Два варианта. Мы можем сделать полный экзонное секвенирование, когда производят секвенирование кодирующих участков генома, ну и средняя стоимость анализа пока еще не дешевая, около 40-50 тысяч рублей. И когда уже выявляется, мы знаем в каком гене, например, у мамы было поражение определенной точкой вымутации в гене БРК-1, и мы именно эту точку можем посмотреть методом НГС, выполняя таргетное секвенирование уже целевых участков генома. Такой анализ стоит примерно около 10 тысяч рублей. Это становится более доступно для пациентов. Суть метода НГС. ДНК случайным образом разрезается на множество мелких фрагментов, и уже с этим фрагментиком добавляется специальный адаптер на концах. Потом их количество нарабатывается при помощи ПЦР-метода. После этого все кусочки параллельно читаются специальными программами, собираются, и выявляются в них изменения относительно референсов. Это так называемая искусственная стандартная созданная последовательность геномок. Так называемый пример для сравнения. И уже НГС нам позволяет оценить полностью ген БРК-1 и БРК-2 и уже обнаружить мутацию или полиморфизм гена, недоступных для определения методом ПЦР. И, конечно, это повышает производительность анализа генетической информации. В нашей стране за последние два года были зарегистрированы две панели онкодиагностика АТЛАС. Первая панель содержит гены БРАФ и ДЖФР, КРАС, НРАС, КИП и ДЖФР. И чаще всего это используется для диагностики меланомы, рака лёгкого, толстой кишки, гистопухолей для назначения таргетной терапии. С прошлого года стала доступна панель онкодиагностики НГС, которая полностью смотрит на всём протяжении два гена. И сейчас это возможно выполнять пациентам по ОМС после предварительного выполнения ПЦР-анализа. Что касается у нас в Казани. На сказании в Казанском федеральном университете есть и пленаторы с регистрационным удостоверением. Вы видите, да, справа МАСЕК от Илюмина. И мы, я с удовольствием поделюсь результатами наших собственных исследований во второй половине моего сообщения. Ну, это уже известный слайд, мутации генов БРК-1 и 2 в разных популяциях Европы. Вы видите, что у евреев Ашхеназии преимущественно 98-99% мутаций генов БРК-1 и 2. Что касается Польши 80%. В Германии и Норвегии 66-68% мутаций генов БРК-1 преимущественно. Что касается нашей страны, то у нас преимущественно чаще всего встречается мутация генов БРК-1, это 94%, и чаще всего самая стандартная точка 53-82 инстерция, 185-делеция. Но нужно сказать, что мы давно занимаемся в Татарстане этой проблематикой. У нас выявлена нестандартная мутация, которая методом ПЦР была не выявлена, и считается, что это очень характерно для татарского этноса. Однако, далее проводя работы, сейчас появляются данные, что эта мутация не является патогенной, и мы просто ее выявляем и добавляем в копилку, ну и, конечно, присматриваем за такими пациентами. Что же касается характеристики герминального брака положительного рака молочной железы? Коллеги, конечно, эти пациенты моложе, гораздо моложе. 89-82 года рождения приходят молодые женщины с анамнезом раков наследственным. И в целом у этих пациенток и риски высокие. Если у них есть носители мутации брака-1, конечно, у них риски 8-7% заболеть раком до 70 лет. Если брака-2, 84, примерно, высокие достаточно риски. И у третьих больных мы наблюдаем первично множественные формы рака. Если в целом по популяции смотри, то в целом где-то около 5-6% частота обнаружения мутации герминальной брака-мутации. Если мы берем, уже говорим о трижды негативном, то, конечно, около 14% пациентов имеют эту мутацию и чаще всего при трижды негативном раке характерна мутация брака-1. Все чаще сейчас мы видим у гормонально положительных и чар-положительных и хер-2 негативных раков, хер-2 положительных и негативных раков мутацию чаще всего это по статистике около 5% и наиболее характерно у таких пациентов герминальной брака-2 мутации. Ну и продолжительность жизни. Если это данные сонда 2019 года 76 это мы говорим о метастатическом раке молочной железы в месяцах это очень большая цифра в нашей стране в среднем показатель общей выживаемости пациентов с метастатическим раком это 48-50 месяцев иногда 45 но вы видите что брака-2 плюс брака-2 мутированные пациенты они живут достаточно хорошо это 48-50 месяцев и чаще всего клинически он протекает как спорадический рак брака-2 и тут не всегда наверное оправдана ярая подход к этим пациентам ну и брака-положительные общие выживаемости 27 месяцев очень высоких минут и естественно это хорошо спасибо естественная роль генов брака восстановления повреждений да конечно это брака это геносупрессоры и вот здесь показано как брака присоединяется к месту разрыва днк формируется механизм репарации и потом уже происходит копирование по днк по образу неповрежденной днк днк восстановлено когда есть когда есть врожденные мутации конечно прекрасный такой волшебный механизм гомологичной рекомендации невозможен и результатом является либо гибель клетки либо развитие геномной стабильности образования опухоли фенотипически чаще всего это молодые пациенты тогда если у нас ограничено время я перейду сразу к результатам наверное клинические пациенты да склонны к двустороннему поражению в частном сочетании мультифокально несколько локализаций такие пациенты чаще всего имеют прогрессирование в головной мозг вот было исследование было исследование Сонга публикат с 19-го года где пациенты чаще всего имели прогрессирование в легкие отдаленные лимфоузлы БРК-1 а БРК-2 метастазы в косте чаще всего имели но и в 50 на 50 БРК-1 и БРК-2 имели прогрессирование в головной мозг чем же мы лечим на сегодняшний момент коллеги чаще всего пациенты у нас трижды негативного рака хорошо предлечены мы используем препараты антиметаболиты ингибитор динамики микротрубочек препараты платины и говорят что очень ну считается что очень эффективны препараты платины однако вы видите результат вот группа оранжевый график и зеленый да карбоплотин дает чуть в два раза больше частичные ответы однако и выживаемость без прогрессирования лучше на карбоплотине однако общая выживаемость при применении карбоплотина идет как цело она идентична вы видите что два графика они рядышком не буду останавливаться на механизмах действия ПАРП тогда коллеги у нас на сегодняшний момент в нашей стране два ПАРП-ингибитора Талапариб и Таласапариб и эффективность обоих препаратов доказана вот такая такая сводная табличка да вы видите общую выживаемость и исследование брака и олимпиад да Алапариб имеет бенефиты по сравнению с химиотерапией по выбору врача два месяца здесь ну идентичные результаты как ни странно однако мне хочется остановиться на том что 19% пациентов после 48 месяцев терапии остаются на терапии более 4 лет в то время как только 7 пациентов на группе по терапии врача имеют бенефиты и остаются на лечении коллеги эти рекомендации они есть мы используем я хотела бы только сказать что когда назначать парк ингибиторов последовательной терапии герминального рака тогда когда если мы говорим о гормонально положительном после терапии ингибиторами CDK4.6 мы назначаем парк ингибиторы если мы говорим о трижды негативном раке мы вначале определяем статус PDL если менее 1% мы сразу назначаем парк ингибиторы в случае если PDL плюс мы назначаем терапию отезолизума на паклитоксил и потом переходим на парк ингибиторы Ну и это везде, во всех рекомендациях мы видим данные рекомендации парк-ингибиторов. И у нас с 2018 года идет проект по исследованию бракоассоциированного рака молочной железы в нашей республике. 101 участник. И я бы хотела остановиться на том, что да, здесь очень много цифр, сакцентировать внимание на том, что на последнем пункте, что у пациентов с КИС-67 более 30%, мы видим мутации у 40% пациентов БРК-1 и 2. В то время как КИС-67, если ниже 30%, то у 16%. И это такой может быть, так скажем, фактор для более внимательного отношения к пациентам с КИС-67 выше 30%. Ну и, коллеги, генетический паспорт на сегодняшний момент, он необходим для своевременного планирования. Повторяю вопрос, который был до этого у Владислава Владимировича. И нам нужно не только знать фенотип, нам нужно знать и генетический портрет для того, чтобы правильно уже спланировать таргетную терапию и последующее правильное лечение данных пациентов. Я благодарю Казанский федеральный университет, онкодиспансер. Это совместная работа, мы еще продолжаем. Я думаю, что у меня будет еще время рассказать о детальных результатах нашей работы. Спасибо большое за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.